Всем добрый вечер! У кого-то, возможно, еще добрый день. Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы поговорить о секретах счастья с нашей замечательной, великолепной гостей Региночкой Тодоренко. И я надеюсь, что этот эфир будет для вас не только интересным, но и обязательно полезным. Здравствуйте, здравствуйте! Да, мы ждем Регину, пока она к нам присоединится. И да, конечно, я представляю ваше возбуждение. Эфир, конечно же, будет сохранен, и мы выложим его и на моем аккаунте, и на аккаунте Регины. Безусловно, безусловно, такой эфир нельзя не сохранить. Слава Богу, сейчас это вообще очень просто. Я помню времена, когда, чтобы сохранить эфир, нужно было очень много разных манипуляций делать. Сейчас все сохраняется в IGTV, и это замечательно. Вы знаете, вот сегодня моя любимая тема — тема счастья. Для меня слово «счастье» — это вообще не пустой звук, это определенное состояние, состояние, к которому стремятся все. Но счастье бывает разное, и абсолютно все по-своему воспринимают его, и для всех счастье — это абсолютно разные вещи. И, соответственно, вы знаете, здоровый человек, вот для меня, как для специалиста, здоровый человек, он стремится к тому, чтобы, собственно говоря, испытывать... Да, вот она, я тут-тут, ты тут, так, сейчас я тебя выведу. Я думаю, где ты, где ты? Вот она, Региночка, приветная, хорошая, приветная. Представляешь, я так давно не вела прямой эфир, что забыла, как подключаться. Да ты чё? Я как допотопный просто вообще мамонт. Ну, слушай, ну, главное, что мы всё-таки в эфире, да, это не самое страшное, что можно было забыть. Я, во-первых, конечно, хочу тебе сказать, что я безумно рада, что ты решила на то, чтобы провести со мной вместе прямой эфир. И я как раз говорила о том, что вот тема счастья, она для всех воспринимается по-разному, да, что здоровый человек, он стремится к счастью и делает всё для того, чтобы быть счастливым, потому что это здорово. Вот, но, к сожалению, есть люди, которые, так скажем, не здоровы. И вот, ты знаешь, я сегодня получила впервые вообще, вот я год в Инстаграм, и впервые я сегодня получила вот такой негативный комментарий мне в Директ. И человек мне написал, ненавижу вас счастливых. У меня, знаешь, какой самый популярный комментарий в Инстаграм? Как же бесит, когда она улыбается. Да, и ты знаешь, и мне на самом деле, как бы, мне так хотелось спросить этого человека, да, что же такое вот произошло, что такое происходит у вас в жизни, да, что вам настолько тяжело видеть счастье других людей, да, потому что это же, ну, как я уже сказала, да, что это очень здорово, хотеть общаться со счастливыми людьми. Да, да. И самому хотеть становиться счастливым. И прежде чем, вот, естественно, всем интересно послушать тебя, я буду сейчас задавать тебе вопросы, мы будем, так как ты наша звёздная гостья сегодня, мы будем... Это впервые, Ирина, у меня такая публичная терапия. Да, 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 мы будем говорить о тебе, я не буду тебя терапевтировать, я буду тебе задавать вопросы, если только ты захочешь, конечно, я могу потерапевтировать. Вот, но я, знаешь, хотела рассказать такую подводочку к тому, чтобы начать наше с тобой общение. Вот, знаешь, когда я учила испанский язык, то там есть такой глагол, есть такие глаголы, которые одно и то же состояние определяют по-разному. Ну, вот, например, если мы в русском языке говорим, вот, я счастлива, да, то это непонятно, вот, я в принципе счастлива, или я вот просто сейчас счастлива, да, ну, вот, что это такое, да? То, допустим, в испанском языке, если мы используем один глагол, он означает, что я, в принципе, вот, по жизни счастливый человек. А если мы используем другой глагол, то тогда это означает, что я счастлива именно вот в эту секунду. Вот, и я тоже считаю, что есть вот такое состояние перманентного счастья. Ну, то есть, вот, ты, в принципе, такой счастливый человек, но, естественно, что у тебя бывают какие-то там расстройства, там, какие-то там грусть, там, или ещё что-то, да, ну, какие-то события, да, и ты их проживаешь. Но, по большому счёту, ты счастлива. И, соответственно, ты, как бы, проживаешь, и ты опять возвращаешься в своё состояние счастья. А есть, как бы, люди, да, которые, собственно говоря, не чувствуют вот этого состояния, ну, скажем так, такого перманентного счастья, да, и они в погоне вот за этим ситуационным счастьем. Ну, чтобы вот хоть что-то такое сделать, да, чтобы вот сейчас его испытать, да. Урвать кусочек. Да, да, это становится такой ловушкой, да, вот, то есть в погоне за счастьем что-то нужно обязательно делать для того, чтобы себя вот этим состоянием подпитывать. И им никак невозможно насытиться, потому что как только этот эффект проходит, то ты сразу опять себя чувствуешь несчастным. Так вот, глядя на тебя, вообще, когда я тебя увидела в первый раз, да, хоть ты даже в тот момент и не улыбалась, да, вот этой своей улыбкой, которая многих раздражает, но мне она безумно нравится, я сразу увидела в тебе человека, девушку, женщину, которая умеет быть счастливой, вот, которая умеет быть счастливой. И она кайфует от этого, да, и она, в принципе, как бы счастлива, да, несмотря на то, что в какие-то моменты ты, как любой человек, естественно, можешь расстраиваться, уставать, там, злиться и ещё что-то. Вот, и я бы хотела сначала поговорить вот об этом перманентном состоянии счастья, да, потому что оно такое более базовое, и, конечно, в основном, как бы, женщин волнуют именно вот вопросы вот этого, скажем так, вот этого устойчивого состояния, в котором все хотят находиться для того, чтобы не проваливаться, да, в какие-то проблемы. Вот, и скажи, 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 пожалуйста, вот, что для тебя вообще является условием вот этого вот базового такого ощущения счастья, что даже когда что-то происходит, да, то ты всё равно знаешь, что ты счастлива. Счастлива. Условия. Я в такие моменты думаю о своей семье. Если что-то, как косяк, я сразу же вспоминаю о том, что у меня есть моя семья, и для них я всё делаю, я делаю это всё для себя, для мужа, для сына, и это как бы поднимает мой дух, приподнимает настроение, и заставляет, и вызывает улыбку, соответственно, особенно, когда думаю о сыне. Угу. Но сыну твоему ещё только два года. Поэтому я и улыбаюсь. Да, да. Но я думаю, что счастье твоё началось гораздо раньше, да, вот сейчас это твоя семья, твой ребёнок, да? Но это то, что усилило твою платформу. Понимаешь, что только что произошло? Что такое? Что такое? Вот счастье, да? Вот смотрите, что мне только что принёс муж. О, господи. Да, вот это счастье и ситуационное, и глобальное. Вот это ощущение такого перманентного счастья. Да. Да. То, чему, кстати, ты меня научила не ждать чего-то, не навязывать, не иллюзии, себе не каких-то строить иллюзий. И вот когда ты не ожидаешь, у тебя, конечно же, такая реальность. Тебе просто принесли сырочек с повинкой, с винишком. Испытываешь прямо такие приятные чувства, такое удовольствие, такую любовь и такую радость. Но ты права, да. Условия счастья, наверное, это то, что было заложено мне с детства. Мне кажется, указывая уверенность в себе. Вот я... А что рождает эту уверенность? Женщина. Женщина рождает женщину и рождает, соответственно, уверенность. Ну, ты про маму. Да, я именно про маму, потому что она построила такой фундамент во мне непоколебимый, что если что-то пошло не так, всё равно всё будет хорошо у тебя. Потому что... Она даже в детстве меня скатила перед зеркалом и говорила, так, читай мантру. Я самая красивая, самая умная, самая добрая, самая успешная. Я говорю, мама, эти глупости, ничего этого не помогает вообще. Я не самая красивая, не самая умная. У меня было детство в 14 лет. Что зачем ты мне такое говоришь? А потом я поняла, как эти слова откликаются в уже сознательном таком возрасте, когда мне уже 30 лет, когда у меня уже есть семья. И как важно действительно было тогда мне, маленькой девочке, говорить это. И, наверное, где-то внушать, да, такой. А вот как бы ты сейчас могла вот это назвать, да, чему научила тебя мама для того, чтобы ты могла чувствовать вот эту базовую платформу счастья? То есть я это понимаю, но мне бы хотелось, чтобы ты сначала озвучила, как ты это видишь. Мама. Ну вот чему она тебя научила, когда она тебе говорила? Вот ты самая красивая, говори себе, я самая лучшая, самая успешная. Смешила верить в себя и в свои силы. А ещё часто использую такую смешную фразу. Доченька, всё до сраки, всё до сраки. Вот это ощущение, что да ладно, всё пройдёт, и это тоже пройдёт, как у царя Соломона. То есть не страшно, мы и это переживём. Вот ощущение такой лёгкости, наверное, оно мне досталось от мамы. Ничего страшного, не надо об этом задумываться. Можно достичь чего-то совершенно другого, совсем другими путями. Главное вот выйти из этой зоны дискомфорта. Ты знаешь, вот как я это вижу, действительно твоя мама, осознанно или неосознанно, она сделала одну великолепную вещь. Она учила тебя любить себя. Вот, точно, правильно, да. И вот ты прекрасно знаешь, да, что я провожу там различные курсы для женщин, мероприятия, да. И вот самое частое, с чем я сталкиваюсь, да, это то, что те женщины, у которых девушки, да, которые не понимают, что это такое, как это любить себя, у которых нет этого опыта, которые не ощущают это состояние, им гораздо сложнее чувствовать себя счастливой, чем вот тем девушкам, да, и женщинам, которым удалось к этому прийти. И в твоём случае, да, тебе, скажем так, ну, скажем, повезло, да, что твоя мама, она осознавала это, либо не осознавала, делала это по наитию, да. И она тебя учила двум очень важным вещам. Первое – это любить себя, а второе – не напрягаться, расслабляться. Да. Она тебе говорила, как, до сраки, или как она говорила? Да, немножко подвисаешь у меня. Ой, ой, что такое? Да, ты у меня немножко подвисаешь. И тогда получается, да, что она тебя научила двум таким важным вещам – расслабляться, да, не напрягаться лишний раз, и верить в себя, и любить в себя. И действительно, это огромная-огромная такая база, да, для того, чтобы быть счастливой. Гораздо сложнее, да, если, например, у девчонок не было такого опыта, и им приходится учиться самим, да, постигать и все вот эти вот инструменты, да, расслабления и любви к себе. И вот скажи, пожалуйста, как ты вообще в своей жизни, вот, условно говоря, справляешься вот с напряжением, которое ты встречаешь, да? Потому что, ну, несомненно, в напряженном состоянии испытывать счастье очень сложно. Если не учитывать звонки тебе, ну да, если не учитывать звонки мне... Ой, я так не прошла. Я возвращаюсь сразу к твоему блогу, ищу там все возможные варианты ответа на свои вопросы. Ну да, ну мы уже поняли, что очень хорошо тебя расслабляет твой муж, замечательный, заботливый, да, и балует и радует тебя. И это действительно очень важно для женщины, иметь вот такие отношения, в которых мужчина, ну, любит тебя радовать. Вот, и то, что мы сейчас видели, да, какие эмоции у тебя это вызвало, какие вызвало у тебя эти чувства, да, можно только, собственно говоря, порадоваться за тебя, да. Вот скажи, было ли такое, да, в жизни, что ты, например, сталкивалась вот с каким-то состоянием несчастья или, например, состоянием напряжения, и ты не знала, например, вот, ну, как тебе с этим справиться? Или у тебя всегда, вот, что бы ни происходило в жизни, тебе было на что опереться, и ты знала, как вот, ну, какие у тебя есть вот инструменты, чем ты пользуешься? Мне кажется, в моменты, когда происходит какое-то несчастье, мы все чувствуем себя очень одинокими. Есть ли у тебя семья, есть ли у тебя опора, поддержка, друзья? Вот это чувство одиночества, оно очень сильно сковывает. И тебе кажется, весь мир против тебя, и ты не понимаешь, как из этого состояния выйти, потому что тебе и так плохо сейчас, и ты не знаешь, как совладать с этими эмоциями. А ещё и такое ощущение, что весь мир против тебя ополчился. Ходственники, не друзья, этому не помогают вообще, как мне кажется. Но, но, я помню, где-то в книжке вычитала, забыла уже, кого, забыла уже, кто автор. Такое есть очень, как, типа терапии, полистать свой детский альбом. Свой детский альбом. И вспоминала, как мне было хорошо, я смотрела свои школьные фото, выпускной, как нам круто было с родителями. И вот, иногда я обращаюсь к таким вещам, видео, фотографии какие-то в архивах, счастливые. Мне становится хорошо. Какую-то клёвую музыку весёлую. Ты знаешь, есть такая практика в семейной терапии, когда, например, что-то не ладится, и паре нужен ресурс. То есть такое задание, когда они должны убрать все телефоны, остаться дома одни и достать, например, свои альбомы вот того времени, когда они познакомились. И когда они были счастливы, и вместе это посмотреть для того, чтобы взять ресурс вот именно из вот этих событий, вот из этих состояний, да. И вот то, что ты сейчас рассказываешь, да, это тоже такой некий ресурс, который ты смотришь и берёшь из детства. Потому что в детстве мы, как бы, чаще чувствовали себя счастливыми. Да. И даже если у нас что-то происходит. Да. Даже и дело не в этом. У нас есть такой механизм забывания. Да. И в детстве мы очень легко всё забываем. Вот ты вспомни, там, например, с кем-то поссорился, там, поругался, да, а на следующий день уже опять все побежали, и опять все вместе играют, и там что-то, да, и ты уже, ты не переживал за прошлое и не тревожился за будущее. Мы жили в настоящем. Да. Мы жили в настоящем, и именно поэтому мы чувствовали себя счастливыми. Вот скажи, удаётся ли тебе в своей жизни жить в настоящем моменте? Проваливаешься ли ты в какие-то воспоминания о чём-то неприятном? Тревожишься ли за будущее? Или умеешь всё-таки находиться в моменте и кайфовать вот от того, что происходит? Ну это ты мне скажи лучше. Мне кажется, я живу за днём, я живу там, как, днями отпуска, мечту, поездки, путешествия. Мне кажется, что я всё время живу каким-то результатом, жду финала, шоу, ледниковый период. То есть вот всё время как будто вот чуть-чуть дальше, чем здесь, а всё время это работаю, всё время спешу. Мне даже кажется, что я в какие-то моменты, когда можно насладиться ситуацией, обстоятельствами, людьми не наслаждаюсь, а я думаю, а всё дальше что-то будет. Да, вот ты знаешь, спасибо, что ты этим поделилась, да, потому что действительно вот такая ситуация, ведь тема, которую мы сегодня заявили, да, достойна ли я быть счастливой, вообще имею ли я право быть счастливой. Потому что часто я сталкиваюсь с тем, что многие говорят, ну, наверное, не всем везёт быть счастливыми, да, вот, ну, кому-то повезло, вот у них такие родители, вот такие там, не знаю, мужья, да, там, вот, а мне не повезло. И, возможно, ну, как бы не все достойны того, чтобы быть счастливым. И, собственно говоря, то, что я несу, как бы, женщинам, да, это та информация, что счастливой достойна быть каждая. И всего лишь навсего нужно знать некоторые инструменты, да, и некоторые моменты. И если вы чувствуете себя несчастным, то зачастую девочка, женщина, она не виновата, да, она просто не знала, как по-другому, она не умела, как по-другому, да. Но сейчас, слава богу, да, есть разные инструменты, есть разные там платформы, где можно обучаться, там, да, в интернете очень много разной информации о том, как можно всё-таки к этому приходить. Так вот, то, что ты сейчас рассказала, это как раз один из инструментов. И действительно, вот ты говоришь, да, я жду, когда там будет вот этот финал, там, да, когда уже этот закончится. И в этот момент ты пропускаешь, насколько сейчас, вот, есть кайфовых моментов. Вот я каждый раз, когда смотрю твоё выступление, для меня это просто вот, ну, не знаю, такое наслаждение, проживая вместе с тобой каждое там дыхание твоё, каждое твоё движение. И мне настолько вот это, ну, знаешь, вот я прям чувствую, какой это кайф. И вот, знаешь, для меня это про то, что хоть бы это не заканчивалось, хоть бы это не заканчивалось, понимаешь? Я с ужасом думаю, что скоро ледниковый период закончится, и не будет вот этих кайфовых моментов, да. А ты говоришь, скорее бы это закончилось, я хочу получить какой-то эффект, да. И тогда получается, что ты сама у себя крадёшь. Ты сама у себя крадёшь вот этот кайф, вот это наслаждение, которое ты могла бы сейчас испытывать, а ты ждёшь как бы результата. И причём, а представьте, если результат будет не тот, который бы ты хотела. И тогда ты здесь не кайфовала. И потом ещё, например, результат не тот, да. Ну, как же тогда быть? Вот. И вот это как раз тот механизм, здесь нужно быть как в детстве. Вот, ты знаешь, мне очень нравится в тебе, да, что в тебе действительно есть такая детская часть. И вот это то, что я хотела бы, чтобы девчонки, которые за тобой следят, да, там, смотрят тебя, чтобы они с тебя это состояние считывали. Потому что в гипнозе есть такой приём, вот когда нам нравятся какие-то люди, да, мы с них считываем то, что хотели бы иметь у себя. То есть вместо того, чтобы ненавидеть тебя за то, что ты такая счастливая, да, вот считывать с тебя это состояние счастья, и, знаешь, как будто примерять, надевать его на себя. И у тебя есть вот этот такой кайф, вот какая-то вот эта детскость, да, в хорошем смысле слова, вот ты не растеряла это. И самое, что интересно, что интуитивно ты даже, да, достаёшь эти альбомы и смотришь, берёшь ресурс у себя из детства, да, и несёшь это дальше. Почему? Потому что если мы хотим, условно говоря, знать, как правильно, как здорово, посмотри, как у детей. Потому что дети, пока их не испортили родители и социум, они абсолютно здоровы, и они лучше нас знают, и как восстанавливаться, и как быть счастливыми, да. Понаблюдай за сыном, да. Как его вообще просто восхищает и радует любая какая-то новизна, да, что-то там новое, да, и просто вот он в моменте сидит и в этот... Кадает ковёр. Да, конечно. И он сейчас только с этой игрушечкой находится, да, и вот только это ему интересно, это ему кайфово, у него такие глаза, он счастлив. И ты можешь от него считывать это состояние и считывать вот эти механизмы, которые он использует. А что он тебе показывает? Наслаждайся именно тем, что происходит в моменте. А потом, а не ждать, когда ты потом получишь это счастье. И не слышишь тебя. А мне очень нравится наслаждаться. Вот как в этом моменте находить что-то, что может тебя удовлетворить, не знаю. Если тебе это не нравится? Да, вот если этот момент неприятен. Да, вот хороший вопрос, отлично. Вот если тебе этот момент неприятен, то здесь есть всегда два момента, да. То есть, если это какое-то неприятное состояние, ты вот уже его испытываешь, никак не можешь его избежать, то здесь, конечно, нужно дать себе возможность его прожить. Ну, если тебе сейчас грустно, ну, погрусти. Хочется плакать, ну, поплачь, да. То есть, самое главное, не запихивать это состояние и не делать вид, что его не существует. Ну, там, если устала, да, там, ну, сядь там, дай себе возможность, да, расслабиться, отдохнуть. Или, когда ты устала, что тебе хочется? Поныть, поплакать, там, да. Ну, позволь себе немножко покапризничать, как дети делают, да. Вот. Но в то же время посмотри и скажи себе, а что бы я могла сейчас, что бы я могла сейчас сделать, чтобы улучшить это состояние, да. Или, а что сейчас есть, от чего бы я могла кайфовать, наслаждаться и чему бы я могла радоваться вот в этой ситуации, да. Например, я устала, но я знаю, что я вот это делаю, и тогда как бы будет вот это, и как это классно, да. То есть, ну, вот всегда, вот практически в любой ситуации мы можем перемещать наше внимание либо на это, либо на то. И вот здесь, ты знаешь, я абсолютно точно знаю, что сложно быть счастливым в уставшем состоянии или больным. Да. Вот. И тебе наверняка часто приходится быть уставшей. Я не устаю. Ты знаешь, вот просто та насыщенная жизнь, которую ты ведёшь, и мы все за ней наблюдаем, она, естественно, забирает очень много энергии, да. И если не восстанавливаться, то, соответственно, как бы что бы ты ни делала, даже если это будет тот же прекрасный муж, да, там, тот же замечательный ребёнок, ты просто не сможешь этим кайфовать. И очень важно, поэтому, ну, следить за своим здоровьем, за образом жизни, и, конечно же, отдыхать и восстанавливаться. И я думаю, что всем будет очень интересно, если ты сейчас расскажешь, каким образом ты вообще при таком ритме жизни умудряешься восстанавливаться, отдыхать, какие инструменты тебе помогают. Нет, не задавай мне этот вопрос. Подстава? Нет, ответа. Я недавно, поверишь, я недавно об этом задала. Я как белка в колесе, я с одной работой, я тут на другую. И мне от этого прикольно и весело, потому что всё это выглядит как очередной челлендж, вызов себя. Смогу или не смогу? А смогу преодолеть это или не смогу? Конечно же смогу. И как бы ты подпитываешься этой энергией ещё, ещё, ещё больше. Но потом наступает такое опустошение и равнодушие ко всему. И вот я себя сейчас застала в таком как раз состоянии, что вообще ничего не хочется делать. Просто ничего. Я от всего устала. Сниматься, путешествовать. Я просто устала. Я впервые сейчас за два года устала даже от занятий с сыном. Мы занимаемся гимнастиками. Я так сказала, даже от занятий с сыном. Я подумала немножко другое. Я даже устала от занятий с сыном. Мне просто хочется вот так вот лежать и ничего не делать. И я вчера себе позволила это. Наконец-то. Лежала и просто посмотрела сериал. Ты знаешь, вот ты говоришь, что не спрашивай меня об этом, да. Но на самом деле вот то, что я об этом спросила и дало тебе возможность как бы сейчас об этом, во-первых, задуматься, посмотреть в это. Во-вторых, ты всё-таки назвала инструмент, да. И вот очень важно уметь, и чему, собственно говоря, я тебя учила, да, и всегда это говорила, уметь слышать себя. Когда твоё тело говорит тебе, всё, стоп, хватит. Да, потому что если себя не слушать, то будет происходить какие-то события, какие-то вещи, которые будут тебя останавливать так или иначе. И вот когда ты чувствуешь, что всё, тебе тело говорит, ну, я ничего уже не хочу, то здесь как бы нет, всё равно я там 10 мешков донесу, да, и всё, я смогу. Это здесь не работает. И иногда лучше от чего-то отказаться и просто дать себе возможность вот поваляться, ничего не делать, насладиться как бы, да, там, общением со своими близкими людьми для того, чтобы восстановиться. И почувствовать вот этот ресурс, который даст тебе энергию для того, чтобы двигаться дальше. Поэтому у тебя всё-таки есть это слышание, да, и есть этот механизм, но я бы всё-таки хотела тебе напомнить, что один психолог давал тебе такие практики, да, которые очень простые, и в то же время, да, они помогают нам. Вот я хочу и всем нашим слушателям сказать, что дыхательные практики, они действительно по-настоящему обладают просто волшебными свойствами. И привести себя, своё тело, вот в это состояние равновесия, в котором распределится, как бы, да, твоя энергия, в котором твой ресурс активизируется, да, на это потребуется не так много времени, но эффект абсолютно потрясающий. И если ты чувствуешь, да, что вот у тебя уже передоз, а нужно ещё что-то делать, вот лучше найди себе хотя бы 5-10 минут, уйти куда-то в уголок, остаться одной и просто вкусно подышать, как я тебе рассказывала, да, когда мы вдыхаем вкусный запах, да, и выдыхаем. И я поделюсь сейчас, конечно же, со зрителями этой практикой. Можно я опытом ещё поделюсь? Да, давай. Если у кого-то есть проблемы со сном, это правда помогает. Если кто-то долго не может уснуть, вертится, крутится, или мешают какие-то шороки, или вообще такая бессонная ночь частенько, у кого-то там бывают маленькие дети, очень помогает именно эта дыхательная практика. Когда ты вдыхаешь счастье, я всегда отключаюсь, ну, на пятом выдохе точно. Да, ты знаешь, у меня тоже есть одна клиентка, она очень много работает, тоже известная девушка, и когда я к ней приезжаю, и мы начинаем делать с ней практику, она вдыхает 2-3 раза и засыпает сидя. Я тебе серьёзно говорю, да, она засыпает сидя, я всё время смотрю на неё, думаю, господи, цветочек ты мой, да что ж ты с собой делаешь? То есть вот просто 3 вдоха и сидя человек засыпает. Ну, это как 3 вдоха. Да, да. И вот насколько это важно, потому что наше дыхание – это наша жизнь. И я тебе сейчас скажу один такой момент, я, честно говоря, не помню, говорила я тебе это или нет, но, возможно, я тебе это повторю, да, и нашим зрителям это будет тоже полезно. Вот, если ты хотя бы будешь обращать внимание на то, как ты дышишь вообще в течение своей жизни, и будешь своё дыхание регулировать, то это уже даст тебе огромный ресурс, а, соответственно, даст тебе вот эту устойчивую платформу для твоего состояния счастья. Потому что, когда мы на уровне физики чувствуем себя устойчиво, то тогда, когда с нами что-то происходит, нам гораздо проще удержаться на плаву и не впасть в состояние депрессии, в состояние апатии, а просто прожить какую-то негативную эмоцию и дальше опять вернуться в ресурс. И вот что это значит наблюдать за дыханием? Это значит, что вот наш вдох, наш вдох, да, это то, как мы, собственно говоря, воспринимаем этот мир. Наш выдох — это то, что мы проявляем в этот мир. То есть, когда мы вдыхаем, мы берём от этого мира. Когда мы выдыхаем, мы предъявляем себя этому миру. И наш вдох, он наполняя нас, да, он, естественно, делает нас мощнее и сильнее. А когда мы выдыхаем, да, то мы расслабляемся, потому что мы как бы как отдаёмся, отдаём себя этому миру. И вот если ты будешь просто, вот ты даже едешь в машине, вот едешь ты, например, там на съёмке, да, просто подыши. Вот никаких вообще сложных, там, да, практик, обыкновенное глубокое дыхание. Когда ты вдыхаешь... А если ты в этот момент представляешь, что ты вдыхаешь ещё что-то приятное, запах твоего любимого человека. Пыр-грюер. Пыр, да. Какой-то аромат цветов, да, или какой-то просто приятный тебе запах. И выдыхаешь с удовольствием, то ты в этот момент в организме активизируешь все вот эти вот ресурсы, которые начинают пробуждаться и сами начинают тебя восстанавливать. Просто переведи внимание на дыхание. Вот если вы даже одну вот эту практику возьмёте, да, то это уже будет для вас очень и очень мощным. И вообще вот, возвращаясь, да, к теме нашего эфира, вот скажи, было ли у тебя вообще такое когда-нибудь в жизни, что ты вот, например, сомневалась, что у тебя, ну, что ты достойна, что ты достойна счастливой жизни, или что вот, ну, у тебя, например, может не получиться, или что-то ещё. Потому что, ну, вот мы смотрим на тебя, да, и, например, многие могут сказать, ну, понятно, это Регина, что, ну, конечно, она счастливая, она вот такая, да, ну, а я-то куда мне там, я обыкновенная девчонка там. И поэтому я хочу, чтобы ты поделилась, да, вот были ли у тебя какие-то в жизни сомнения, да, что ты достойна того, чтобы быть счастливой, или получить того, что ты хочешь? Или в жизни сомнения. Какие эти сомнения меня посещают каждый? Жизнь одного сложного сомнения. Так. Отлично ли я умна? А хорошо ли я разбираюсь в этой сфере? А вообще, неплохо ли у меня подвешен язык? А могу ли я участвовать в данном проекте? Хватит ли у меня... То есть и каждый день, когда я прихожу к какому-то ответу, или мне нужно принять какое-то решение, я всегда сомневаюсь. То есть хорошее ли у меня шоу, а правильную работу я выбрала. А достаточно ли время я провожу с мужем и сыном? Хорошая ли я мама? А хорошая ли жена? То есть вот постоянно как будто весы какие-то. Ага, нет, я очень... Здесь всё плохо. Так, мне вообще не стоило за это браться. И начинаю заниматься каким-то самоедством. Я каждый день, ты знаешь, что... А вот скажи... О, Алиночка, привет! А вот скажи, как ты с этим справляешься? Вот когда у тебя начинается вот это самоедство? Потому что я уверена, что многие наши слушательницы, они сталкиваются с такой проблемой. Вот как ты с этим справляешься? Мне кажется, что я до сих пор с этим доказать не справилась. Мы с тобой как раз работаем над этим. Но я вот сейчас думаю о том, что я каждый раз, когда я сажусь в самолёт и улетаю в командировку очередную в «Орёл и решка», я думаю о том, что я плохая мама и оставляю сына так надолго. А ещё я плохая жена и оставила мужа без присмотра. И, конечно же, я начинаю рыдать, плакать. Вот опять же листаю фотографии. И сижу и плачу. И меня, конечно, смотрят немножко как на неадекватный. Спрашивают, всё ли у вас хорошо? Я говорю, да. А я мать. И мне нравится. Я плачу, плачу. Но это слёзы мне немножечко помогают успокоиться. Ну, они снимают, конечно же, напряжение, да. Но в любом случае, понимаешь, вот все вот эти моменты, которые вызывают у тебя вот это сомнение, это, скажем так, такие определённые негативные программы. И они постоянно срабатывают. Если ты говоришь, что это происходит периодически, и я знаю, что у многих так бывает, что вроде как бы всё есть для того, чтобы быть счастливой. И вот вроде и муж такой прекрасный, замечательный, заботливый, да. И ребёнок, да, которого ты так любишь. И работа, которая тебе нравится, да. И столько проектов. И вот всё-таки, да, ты находишь в себе... Да, ты находишь в себе что-то, что ты начинаешь, в чём ты начинаешь сомневаться, и, соответственно, сама вводишь себя вот в это вот состояние. И вот эти вот... Мне кажется, ты такая... То, с чего мы начали. Это та программа, которая сделана. Ты самая лучшая, ты самая красивая. Катя, ты молодец, смотри. Ну, я вот смотрю уже. Уже всё уже... Видишь, как у тебя уже сознание работает. Уже можно самой психолога. Мы с тобой обсуждали. Эта программа, она даёт мне позволить себе выйти вот как-то... Да. ...посчастливой, быть счастливой в моменте. Потому что смотришь в это время немножечко недостаточно хорош, недостаточно умеющий, недостаточно профессиональный. И всегда это очень сильно выбивает лично меня. Ты умничка вообще просто, что ты это как бы осознаёшь, потому что это как раз то, что я хотела тебе сказать, что это как раз программа, которая идёт у тебя с детства. И что мама твоя, с одной стороны, она хотела научить тебя любить себя, но она учила тебя так, как умела, так, как знала сама, да, вот теми способами, теми методами. И с одной стороны, она дала тебе такую вот эту вот силу, такую базу, такую устойчивость, потому что она в тебя верила. А с другой стороны, тебе нужно теперь всё время этому соответствовать. Если ты не соответствуешь, то тогда ты начинаешь сомневаться и начинаешь себя пожирать. В комплексе. Ну вот, да. И здесь получается, вот эта твоя программа, она всё время влияет на твоё восприятие и на твоё проявление себя. И это тебя мучает. И тогда тебе нужно эту программу поменять. И я думаю, что у многих зрителей, да, у них тоже есть вот эти программы, которые им мешают и в которые они по кругу постоянно ходят, ходят и не могут себя чувствовать счастливыми, несмотря на то, что вроде, ну, всё есть в данную секунду, да, для того, чтобы чувствовать себя в этом состоянии, но что-то не даёт. И что здесь можно сделать? Вот каждый раз, когда, ну, собственно, если вы хотите там без психолога, там без чего-то ещё, просто сами себя как-то регулировать, вот самое главное начать замечать, когда ты в эту программу попадаешь. Вот как только ты начинаешь себе говорить, вот, наверное, ты там плохая мать, потому что ты опять поехала, или, наверное, я опять нехорошо сделала, или, наверное, что-то там ещё там, да, вот как только ты чувствуешь, что ты включаешься в эту программу, то в этот момент ты себе скажи, о, стоп, я заметила, я сейчас опять начинаю туда проваливаться. А вторым моментом ты спроси себя, вот если бы у тебя этого не было, как бы ты сейчас себя повела? Ну, вот, например, ты села в самолёт, и у тебя нет вот этой программы, что ты плохая мать, то как бы ты себя повела? Да книгу бы читала. Книгу бы читала, ещё что. Музыку слушала. Музыку слушала, ещё что. Кроссвордом бы разгадывала. Кроссвордом бы разгадывала. Верняка каким-то. Вот смотри, и когда бы ты это делала, то тогда бы у тебя получилась такая вещь, что ты бы сохранила очень много ресурсов у себя. Ну да, я бы не думала об этом. Конечно, конечно. И у тебя бы тогда было бы больше сил, и эти силы ты могла бы потратить на что-то другое. Как мозги перестроить, вот чтобы... Вот, так вот смотри, наша программа перестраивается 21 день. И вот попробуй делать следующим образом. Вот как только у тебя приходит, вот, например, с завтрашнего дня, как только тебе приходит вот это вот ощущение, что сейчас вот я хочу, да, там, что-то сделать, опять начать себя поедать, спроси себя, как бы я себя повела, если бы у меня не было этого? И сделай именно так. Ну, то есть, если ты сидишь в самолёте и опять хочешь зарыдать, что ты плохая мама, то как бы ты себя повела? Ты говоришь, я бы читала книжку и получала удовольствие. Значит, ты не в телефоне сидишь, фотки разглядываешь, а берёшь книжку, читаешь, вот делаешь то, как если бы этого не было. И если ты так сделаешь раз, два, три, четыре, пять и больше, то в какой-то момент у тебя мозг построит новую нейронную связь, а так как она более ресурсная, он будет выбирать в следующий раз её. И тогда у тебя будет высвобождаться вот эта вот энергия, вот эти силы, и ты будешь лучше и быстрее, и качественнее всё делать, соответственно, ты будешь больше ощущать себя в состоянии счастья. Ещё раз говорю, счастье достойно абсолютно каждая женщина, каждая девушка, если она не чувствует себя счастливой, то она просто не знает, что для этого нужно делать. Но я ещё хочу спросить тебя, знаешь, о чём? Вот скажи, пожалуйста, ты была на моём марафоне, я есть, и этот марафон, он как раз говорит о том, что нужно женщине прежде всего для того, чтобы уметь делать счастливыми других, нужно уметь становиться счастливой самой и уметь, собственно говоря, находиться в разных приятных состояниях. Вот расскажи, пожалуйста, вот после того, как ты прошла этот марафон, каким ты научилась состояниям и какие состояния вообще являются для тебя ресурсными, и что ты делаешь для того, чтобы эти состояния испытывать как можно больше? Ну, во-первых, ты дала нам фиговую тучу занять заданий, которые... Одно всего задание было! Одно всего задание? Это я про другой марафон. А, ты про другой? Нет, это на курсе было много заданий. На курсе было много заданий. На марафоне было одно всего задание. На марафоне медитации же были каждый день. Да, просто я прошла твоих три марафона. Ну, да, да, да. Я тебе скажу одно, что после занятий с тобой и после всех пройденных марафонов, я, когда прописала для себя, выяснила, чем я могу быть полезна миру, мне вот когда-то стало хорошо, я поняла, что я в своём месте, чем я могу быть полезна тебе, чем я могу быть полезна своему мужу. Когда ты всё понимаешь и принимаешь себя вот такой, какая ты есть, вот в этом обличии. Ты смотришь на эту женщину в зеркале, как ты говорила, и ты рассказываешь, нравится она тебе, не нравится, а выглядит она хорошо или плохо, а на сколько лет выглядит, а хорошо ли одета, похоже ли она сегодня, вот какое у неё настроение. И я посмотрела на эту женщину, причём несколько раз в разных ипостасиях, и мне в какой-то момент прям показалось, мне эта женщина не понравилась совсем, которую я видела в зеркале. Мне очень захотелось, преобразиться. Мне, я поняла, что там я четвёртый день захожу в одной и той же пижаме, и, наверное, муж мне ненавидит за это. Я и сама себе не очень нравилась в эти моменты. Но потом, как будто ты воспрял духом. Понимаешь, что вот женщина, которая была только что в зеркале, она вообще не мотивирует. Она не то, что других людей счастливыми не может сделать, ей помочь себе надо в первую очередь. Вот когда ты это принимаешь и объективно на себя смотришь, наверное, самое важное — посмотреть на себя объективным взглядом и понять свои лучшие стороны, худшие стороны. И тогда, когда ты принимаешь это всё, ты как-то начинаешь постепенно улучшать своё настроение, красить губы, даже если этого не делал раньше, наделать какую-то прическу, одеваться в более эротичные костюмы, потому что ты начинаешь самой себе нравиться и в этих костюмах ты себе тоже нравишься. То есть ты начинаешь получать удовольствие от абсолютно каких-то мелочей, как я говорю, ребёнок, от ковра. Надела новые трусики, кажется, прикольно, что-то я там узорила. Новые трусики. А такие у меня есть, а что я их не дневала давно? Ну да, то есть ты по-другому себя ощущаешь в пространстве, вообще по-другому. И вот это очень, как мне кажется, важно, посмотреть на себя одним днём, увидеть себя в зеркале и понять, нравится тебе то, что ты видишь, или тебе это не нравится. Хочешь ли ты что-то предпринять и хочешь ли ты что-то поменять. Вот очень важно. Если хочется поменять, тогда стоит это делать здесь и сейчас. Ты знаешь, вот я очень рада, что ты вот сейчас это сказала, потому что действительно женщина, девушка зачастую живёт и ставит себя там на какое-то место после всего остального. Нас учили там, что нужно ухаживать за мужем, нужно обязательно за детьми, нужно помогать всем, нужно делать какие-то дела. И вот только если остаётся какое-то время, когда уже все легли спать, и наконец-то там какой-то кусочек времени, то тогда можно только посвятить его себе. Ну, потому что так поглощает, вот это правда. Я, у меня есть помощники по дому, у меня есть няня, но я часто делаю себе такой разгрузочный день от людей. Я остаюсь вместе с мужем и сыном дома на два дня, три дня. И понимаю, что это очень тяжело. Ты постоянно стирка, уборка, приготовила еду, четыре раза подряд нужно что-то сменить, подгузники выбросить, одежду заказать, еду. И то есть этот быт, он сильно сжирает. И ты уже забываешь, что не мыла голову, семь дней? А, точно! Очень хочется как раз прийти к какому-то другому уровню жизни, чтобы чувствовать себя хорошо. Вот как ты говорила? Да, и вот как раз для этого очень важно женщине прежде всего ставить себя на первое место. И тут вопрос не в том, что вот я самое главное, самое важное. Вопрос в том, что если у девочки, у женщины, у девушки, если у неё хорошее состояние, если у неё есть радость, если у неё есть удовольствие, если у неё есть ресурс, то тогда ей будет дать, что этому миру, тогда ей будет, что дать мужу своему, тогда ей будет, что дать своему ребёнку, тогда ей будет дать, что тем, кто её окружает. И именно поэтому, прежде всего, очень важно заниматься собой. И вот многие, да, ты сейчас рассказала, вот такие инструменты, которые может сделать каждая, уделить себе время, купить что-то себе новенькое, привести себя в порядок. Но вот что для меня ещё является таким важным элементом, это как раз вот медитации и практики, которые дают нам определённое состояние. И вот если ты помнишь, что в марафоне каждый день мы проходили разное состояние, ресурсное, и делали практики, которые помогают женщине, девушке в этом состоянии находиться, в котором она чувствует себя счастливой, в котором она чувствует себя лёгкой, в котором она чувствует себя радостной, сексуальной и притягательной. И именно для этого, собственно говоря, я и создала этот марафон, чтобы у девчонок была возможность получить это состояние уже здесь и сейчас, вот просто проходя его, получая этот ресурс и уже привнося его в свою жизнь, получая разные навыки, которые они могут использовать для того, чтобы чувствовать себя счастливой. И мы с тобой сегодня приготовили для наших зрительниц сюрприз, потому что в понедельник, 9 ноября, у меня стартует как раз марафон для девушек, для женщин «Я есть», в котором как раз будет набор всех этих состояний и инструментов, которыми можно в эти состояния входить, и как настроить свою жизнь так, чтобы чувствовать себя счастливой уже здесь и сейчас, как это сделала Регина, и это можете сделать и вы. И для тех, кто придет на этот марафон после сегодняшнего нашего эфира, для вас есть уникальная возможность, во-первых, участвовать в розыгрыше, вы можете разыграть консультацию, мою консультацию, индивидуальную личную консультацию, да. Для этого вам нужно будет перейти на мой аккаунт, ссылку в шапке профиля, зарегистрироваться на марафон, и затем, когда вы подтвердите ваше участие, мы включим вас в розыгрыш, вы можете получить такой ценный подарок. И помимо этого, каждая из вас абсолютно бесплатно получит мой вебинар, тоже абсолютно бесплатно, каждая, в котором будет очень много интересной и полезной для вас информации. Поэтому прямо сразу после эфира вы можете переходить, регистрироваться и принимать участие в этом розыгрыше, а также получить подарки. Ну а сейчас я хотела, что сделать? Я хотела предложить тебе и нашим слушателям, нашим зрителям сделать одну небольшую медитацию. Нет, марафон не бесплатный, и все условия участия в марафоне вы можете почитать, перейдя по ссылке в шапке профиля. И, собственно говоря, получить там всю информацию. Я хотела, чтобы мы с тобой сделали небольшую медитацию вместе с нашими зрителями. И которая уже все наладится. Да, 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 да. Вот они тут болеют за вас, за тебя, переживают за тебя. Сейчас мы сделаем медитацию для того, чтобы Регина, собственно говоря, получила состояние определенное, да, и стала у нас победительницей. Мероприятия получили это состояние, стали победительницами. Да, да, видишь, все они хотят, чтобы ты победила в этом шоу, поэтому давайте поддержим Регину, сделаем сейчас медитацию. И более того, для вас она будет тоже очень полезной, потому что там как раз вы можете получить для себя ресурс и состояние. Поэтому закрываем глаза. Вы можете сесть, закрыть глаза. И, да, сделайте глубокий вдох и выдох. И почувствуйте свои ладошки, которые сейчас лежат у вас на коленях. Ладошками вверх. Почувствуйте свои ладошки. Почувствуйте, какие ладошки ваши теплые. Почувствуйте тепло в своих ладошках. И опять сделайте глубокий вдох и выдох. А теперь представьте, что все мы с вами находимся в одном большом округу. Да, Регина зазевала на дыхании. Сейчас пятое дыхание, я как раз чуть посплю. Да, и представьте, что вот этот круг из там целой тысячи, полторы тысячи человек, и каждый из нас держит друг друга за руку. Почувствуйте, как нас много, почувствуйте, какая сила вокруг нас. Почувствуйте тепло каждого. Почувствуй, как ты начинаешь вдыхать из левой ладошки и выдыхать в правую ладошку. Да. И делай глубокий вдох и вдыхая из левой ладони, ты выдыхаешь в правую ладонь, передавая свое дыхание тому, кто стоит справа от тебя. А когда ты вдыхаешь из левой ладони, ты вдыхаешь дыхание того, кто рядом с тобой. Почувствуй, как через все это дыхание мы все объединяемся, почувствуй, это тепло и ощути, как твои ладошки как будто покалывают мурашками. И просто перемести свое внимание на свое дыхание, делая просто глубокий вдох и глубокий выдох, ощущая, как ты расслабляешься. И расслабляешься еще больше. И отпускай абсолютно все напряжение, которое ты накопила за весь день. и на каждом выдохе твое напряжение уходит больше и больше. и ты расслабляешься, ощущая что-то приятное внутри твоего тела. расслабляешься. И еще больше расслабляешься. больше. Просто отпусти все, что происходит сейчас. ничего не важно. Просто отпусти и почувствуй внутри себя, где находится счастье. почувствуй, где внутри тебя живет счастье. почувствуй, что оно есть внутри тебя. почувствуй, как ты оживляешь его своим вниманием, и оно начинает становиться больше и больше, распределяясь внутри твоего тела. Как будто легкий прозрачный свет наполняет тебя. почувствуй, как много внутри тебя этого счастья. почувствуй, как ты вдыхаешь его и выдыхаешь его. Вдохни счастье и выдохни счастье. Вдохни и выдохни. Вдохни, наполняя себя. и выдохни. И выдохни, даряя это счастье миру. Сначала наполняешь себя, а затем наполняешь этот мир. Сначала себя, а затем мир. что-то случилось с эфиром? Да, что-то прервалось. Может, даже тут не знаю. хорошо. Скажи, скажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь? Смогла ли ты в этом, как сказать, в этом формате, в этом формате, в прямом эфире, смогла ли ты переключить свое внимание? Вот мне интересно, смогла ли ты отвлечься от того, что ты сейчас находишься в прямом эфире и переключить внимание? Или ты помнила на заднем плане об этом постоянно? Первые две минуты, что я все еще в эфире, нужно держать все. А потом я так расслабилась, мне даже захотелось засмеяться, но я боялась, что я потревожила. Все, кто нас смотрит, они ведь тоже делают с нами медитацию. Да, ты знаешь, не все делали, кто-то писал, было очень много вопросов, кто-то спрашивал, что за секта, кто-то писал, это гипноз, кто-то там радовался, кто-то плевался, да, и очень классно, что ты была с закрытыми глазами и не видела, да, этих комментариев, но... Ты знаешь, как хотят, пускай люди называют это сектой. Ты знаешь, это очень... Я как бы, знаешь, каждый человек, отношусь к этому следующим образом, каждый человек выбирает то, что нужно ему, я с этого начала наш сегодняшний эфир. и я специально показала именно эту практику, потому что сейчас каждый мог отследить себя, как бы, вот почувствовал ли он притяжение, захотел ли он сделать то же самое, потому что если человек хочет меняться, если человек хочет дать себе возможность почувствовать это счастье, и было видно, да, что как ты улыбалась, как ты чувствовала этот свет, как у тебя было это состояние, и это такой некий критерий, да, вот как кто-то написал мне сегодня ненавижу вас счастливых, да, кто-то как же сделать так, чтобы быть такими же счастливыми, как и вы. И сейчас, да, вот эта вот практика, она как раз тоже показывает, что кому-то хочется точно так же, да, и у них действительно есть возможность получить эти инструменты, которые есть у тебя, и стать как бы, да, вот в таком, стать такой же счастливой, такой же успешной. А кто-то может сказать, да, да, это фигня, это ерунда, всё это не для меня, и оставаться жить в том, в чём они как бы находятся. Я уважаю любой выбор любого человека, никому не навязываю это счастье, да, счастливым действительно может стать каждый, но только кто, только тот, кто этого хочет. и скажи, пожалуйста, вот, что бы ты вообще могла пожелать нашим женщинам, нашим девушкам, вот, вот, такое самое-самое, скажем так, главное, самое основное условие, да, вот, что нужно такое принять или сделать, или с чего начать, чтобы начать свою жизнь, выстраивать с позиции именно счастье. Ну, это сложно сказать и вообще ответить на этот вопрос, но мне кажется, первое, что нужно сделать, это посмотреть на себя и вот почувствовать, есть в тебе это счастье или нет его. Если нет, то, наверное, нужно что-то менять и позволить себе поменять что-то, потому что мы так часто вот в эти, вот я после медитации всё такая, я прям чувствую, я растеклась. Спасибо тебе за неё. Я просто, мне кажется, что мы так часто ставим себя в какие-то рамки и не можем из них выйти. Социум ставит нас в рамки, друзья навязывают какие-то комплексы, родители, и поэтому мы как будто бы не позволяем себе просто быть счастливыми, не позволяем себе просто радоваться тому, что мы вот сегодня живём вот так, не позволяем себе вообще улыбаться, а ведь хочется, а ведь хочется этого и хочется быть счастливым. Даже тот, кто пишет, что ненавижу тебе за твою улыбку или ненавижу вас счастливых, он на самом деле кричит нам о помощи по всей видимости и просто хочет обратить на себя внимание. И вот мне кажется, что эти люди тоже хотят трансформироваться, все хотят быть счастливыми. И мне кажется, что самое важное просто посмотреть на себя открыть зеркальце, увидеть, счастливый этот человек или не очень, и начать что-то делать, если не хватает счастья в жизни. Вот я тебя благодарю прямо за все эти практики, которые ты проделываешь со мной, за все эти занятия, информации, мысли, души, тела, они очень помогают пристраиваться, настраиваться и просто позволять себе быть счастливыми. Это очень важно. И, как мне кажется, самое важное, что мы можем сделать для себя, это вложить в себя, инвестировать в себя, потому что если мы не будем себя чувствовать счастливыми, возле нас счастливых людей тоже не будет. Слушай, спасибо тебе за эти слова. И вот это действительно очень важно, да. У меня есть такая фраза, если каждый человек сделает счастливым хотя бы себя, то на земле все будут счастливы. И я желаю всем, чтобы вы, каждая из вас, начинали именно с себя. Тем более, что женщина – это тот человек, который воспитывает и женщин, и мужчин. И если женщина научится быть счастливой, то я верю в то, что, собственно говоря, у этого мира есть шанс на то, чтобы выжить, да, и на то, чтобы, собственно говоря, созидать в этом мире красоту, радость и счастье. Да, к сожалению, не всем она нужна, да, но если здесь сейчас, да, есть кто-то, кто действительно хочет стать счастливой и действительно хочет вот изменить что-то, трансформировать в своей жизни, сделать по-другому, начните это прямо здесь и сейчас. Возьмите инструменты, да, которые мы вам предлагаем. Приходите на марафон, регистрируйтесь, получайте подарки, плюс у вас есть возможность, да, поучаствовать в розыгрыше. И я с удовольствием поработаю с вами точно так же, как и с Региной и надеюсь, что... Это очень важно, мы все считаем, что важно за собой и нужно ухаживать, правильно? Мы ходим в салоны, там, парикмахерскую и делаем какие-то определенные процедуры, чтобы быть красивыми. Но вот занятие и прохождение разных марафонов, обучение, духовное, трансформация твоих мыслей, это тоже уход за собой, это тоже важно делать. Мне кажется, что без этого просто по-другому. Твое тело не будет таким красивым, как ты хочешь. Вот знаешь, девчонки спрашивают, как жить для себя, если вся жизнь для других, да? Но вот этому как раз и можно научиться. То есть если вы задаете такой вопрос, да, то это говорит о том, что вы не знаете, что вы не знаете, как это делать. И естественно, вот знаете, с закрытыми глазами у вас это не получится. Откройте глаза, да, возьмите эти инструменты, придите там, если не ко мне на марафон, то к кому-то другому, пойдите к психологу, да, найдите в конце концов какие-то инструменты для того, чтобы открыть глаза и узнать, как можно по-другому. Потому что, говорю, ну не всех нас научили, не всем повезло, не всем дали какие-то важные там уроки в жизни, да, но вы сейчас взрослый человек и вы можете сделать это сами и, условно говоря, да, сделать себя счастливым, узнав и получив, как, ну как бы, да, какие-то инструменты, как это можно сделать. И, собственно говоря, я очень рада, да, что смогла поделиться этими инструментами с тобой и надеюсь, что ты сможешь стать ещё счастливее, ещё счастливее. Я очень этого хочу. И ты знаешь, какие у нас с тобой грандиозные планы. Я надеюсь, что все они осуществятся. И если даже они не осуществятся, да, то я абсолютно уверена, что осуществятся другие. Самое главное, да, это то, чтобы ты всегда имела внутри себя вот эту опору, да, вот это состояние равновесия, которое бы не пропадало никогда, что бы не происходило в твоей жизни в данный момент. Спасибо тебе огромное, Региночка, что, да, уделила время. Спасибо всем зрителям, что вы провели с нами, да, этот час. Я тебя целую, мы с тобой скоро увидимся. Да. И всем... Спасибо за внимание. Хорошего вам вечера. Всем пока. Всё, давай, целую тебя. Спасибо.